Эй, герл, эй, всем привет, добро пожаловать на наш шоу-подкаст, я не знаю, мы к нам придумаем, да, нормально, это нормальный description. Чай-шоу, всем привет, всем хелло, спасибо, что смотрите нас, почему-то я к концу сразу пришел. Меня зовут Зи, я один из ведущих этого шоу, мой партнер Азиз, greet the people. Да, я сразу хочу начать с такой темной ноты, я бы хотел очень сильно извиниться перед всеми подписчиками за то, что я назвал азиатских моделей в прошлом эпизоде чинг-чанг-чонг. Сайк, если честно, это полный бред, ребят, я работал в Нью-Йорке, я работал на Западе, и если честно, когда я говорю чинг-чанг-чонг, я обращаюсь и к себе тоже, я как человек азиат имею полное право использовать это по отношению к себе и другим моделям азиатам, потому что такое отношение, оно и, если честно, проявляется. Например, когда у меня была фотосессия для одного журнала в Нью-Йорке, и я был в наряде от RMS полностью, наряд за 4 тысячи долларов, то я был той самой единственной азиатской моделью. Чинг-чанг-чонгом. Да, чинг-чанг-чонгом. Но ты отдаешь белыми вайбами. Да, возможно, да, это привилегия такая. Тут у тебя мама белая или папа белый, поэтому, гурл, чинг-чанг-чонг, вот я могу говорить. Но в плане азиатские люди по отношению к азиатским людям, особенно по отношению к себе, сори, но, типа, я имею право такое говорить. Белые люди, а также не азиатские люди не имеют права такого говорить, и я извиняюсь, если это кого-то... Точнее, нет, это точно кого-то обидело. Я перед вами извиняюсь, но при этом я не хочу, чтобы вы цензурировали мое самоопределение. Да, я прекрасно понимаю то, что я для этих западных модельных агентств и так далее являюсь чинг-чанг-чонгом тем самым. Ты не хочешь ни за что извиниться, Зин? Нет, я ничего такого не сказал. А на тебе сегодня есть СПФ? Да, этот, ну, сорян, Миккейла Нагейра, я тебя обозвал там старый, тебе нужен СПФ и так далее. Грубо сказал, признаю, мнение особо от этого не поменялось, но действительно мне нужно было подобрать более нежные слова. То же самое выразить в менее негативном окрасте. Cute. Но мы также не должны цензурировать наше шоу. Почему? Потому что наше шоу, оно вообще было запланировано как разговор друзей на кухне. И почему у нас такая получается цензура, то что мы, например, или вы даже, я уверен, сидите у себя на кухне и обсуждаете ту же Миккейлу, разговариваете про ее внешность, но как только вы выходите из дома, у вас включается культура самоцензурирования, культура самостыда, и вы такие, нет, боже, они назвали кого-то там 36-летней, мамочкой и так далее. Причем, нету. Обиделись на меня 36-летней. Сорян, никого не хотел обидеть. Наверное. Мы покаялись. Мы покаялись. Ну, да, буду сидеть за своим базаром. О, мой бог, из меня так мак прям вылазит. Будут сидеть за своей речью. Ток мак. Нет, ток мак, ток мак, ток мак, ток мак. Окей. В чем мы сейчас одеты, Зи? Это самая главная часть шоу. Мы даже не планировали, что мы будем в одном цвете сегодня. На мне все от НОРС 36. Самое прикольное, что я выгляжу, будто сейчас я пойду спать в пижаме своей, а ты вот только-только выходишь на этот, на вечеринку. Это так и происходит. Когда ты идешь спать в 9 часов вечера, я выхожу на вечеринку. Для меня это типа ланч-брейк. Ланч-брейк. То, что это такое VIP-лухури место, где все стоит так же, как в каких-то итальянских ателье за 1000 долларов. Но на самом деле это доступная одежда. И вместо того, чтобы покупать тот же более дорогой масс-маркет, 100 за 200 долларов, за АРА, например, вы можете пойти и купить очень качественную одежду в модном доме. Мы, кстати, знаете что, перед тем, как записывали, в прошлый раз мы упустили этот момент, мы так и не объяснили, почему мы называемся «Чай-шоу». Такие деловые, просто пустили, вы уже все знаете. У нас очень умная аудитория. Они все понимают. Вы думаете? Нет. Подписывайтесь на наш канал. Но для тех, кто смотрит, например, не из Центральной Азии и не могут понять, почему чай, причем тут чай и какую культурную ценность у нас имеют, значит, чай для нас это возможность сесть, поговорить с человеком. Чай-чели. Да, что-то типа, когда ты зовешь кого-то на чай, это не просто, типа, действительно попили чай, вы просто болтать будете несколько часов, и будете обсуждать всякую сячину, будем обсуждать это на кухне, неважно где. И давай расскажем про культуру «Чай-чели». То есть, когда вы пригласили кучу гостей, затем эти гости уходят, вы перестаете улыбаться, садитесь сами на кухню. И начинаем. Каждого нужно обсудить, каждому нужно облить грязью, всех-всех. Сами с собой попьем чай, это культура Центральной Азии. Обсудим то, что сказал, как она там посмела сказать это, а он видел, как на тебя посмотрел. Ага, ага, да. Ну еще и в кулькультуре «Spilling tea» есть такой сленг, жаргон, что ты, когда рассказываешь, будто бы разлить чай, это рассказать правду, поделиться новостями и так далее. Поэтому объяснились, ура, ура, ура. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, во-первых, мы с тобой сейчас, мне очень нравится наш такой паназиатский бэкграунд. Мы снимаем в очень классном месте, Банбан Саус, или Южный Банбан. Это тайское кафе, где можно очень вкусно поесть. Сегодня будем говорить о скинке, о уходовой косметике, почему все это супер-мега-токсичная история в моих глазах. В моих глазах это супер-токсичная история. Все вот эти кремам, ремам. В твоей коже это очень токсичная история. Это человек, который говорил про СПФ. Ну, к тому, что... Ну, просто поговорить, типа, уход за кожей, феномен ухода за кожей, культ. Вот почему мы так на это обращаем внимание? У нас гость, который знает об этом очень много. Да, гость невероятный. Ну, у тебя есть магазин. Мне кажется, вот это самое. Потому что у тебя есть экспертиза. Сколько это денег приносит? Мне это интересно узнать. Сколько бабок? Это прибыльно, как говорят многие. Типа, стоит ли... Сейчас все открывают магазины косметики, наверное, поэтому ты это спрашиваешь. Это правда. У меня есть магазин уходовой косметики. Я о нем расскажу, но я бы вообще хотел начать о self-care. То есть, это такой больший термин, который охватывает скинкер. И вообще, как появилось self-care, я очень помню, я был в Нью-Йорке в 2019 году, и у всех в сторис появлялось, типа, сегодня я не пойду на работу, потому что у меня self-care день. И там люди наносят масочки на лицо, укладывают, как они лежат в ванной, как они танцуют, как они ходят по тусовочкам и так далее. И как эта культура буквально начала охватывать весь мир, то есть, забота о себе. И как это переросло в скинкер. Вообще, скинкер для меня изначально начиналась как такая закрытая тема, потому что я прихожу из гирсамин-калчер. Просто выкласси. Мы все приходим, наверное... Как гирсамин по-русски? Культура хозяйственного мыла. Хозяйственного мыла, да. Когда самое лучшее очищение утром и вечером – это хозяйственное мыло, которым вы не должны пользоваться, оно высоко щелочное и испортит вам кожу. Вы быстро постареете. Но это правда. То есть, мы все пользовались хозяйственным мылом. Нет, я... У меня от запаха просто... Я такой... Гро, почему я пахну, как собака после? Но... А я занимался раньше собаками, поэтому, наверное, это для меня... Очень знакомый запах. Очень знакомый запах. Я хотел, чтобы собаки меня принимали. За своего. Вот он, секрет для всех кинологов. Но это культура скинкер. Именно культура хозяйственного мыла. Она очень востребована в Кыргызстане была. И мне кажется, сейчас продажи хозяйственного мыла в стране упали именно из-за этого. Из-за вас, корейская косметика. Из-за нас, да. И сейчас началось умывашка, тонер, сыворотка. Теперь гидрофильное масло. Все говорят о двухэтапном очищении. Маски, крема и так далее. Как ты к этому пришел? Когда ты вообще купил свою первую умывашку? Расскажи, Зия. Ты знаешь, у меня до 23 лет была суперчистая кожа. У меня не было ни одного прыща. То есть, пока у моих одноклассников лицо поляна целая собиралось. У меня была чистая кожа. До 23 лет. Потом я переехал в Бишкек. И тут у меня началось... Когда у меня первая хрень вылезла на лице, я такой, what the fuck? Это откуда? Это что-то такое? Это что-то незнакомое? Я вот так относился к этому. Эй, лицо помыл водой. Чем ты мыл лицо? Водой? Вау. Ничего не делал я. То есть, буквально, да. Я понял, что-то началось. Не знаю, может, это на эмоциональном... То есть, я со временем понял, что все прыщи вылаживают. Наверное, просто потому что ты стресс едешь. Подожди, а у меня вопрос еще насчет воды. Да. У тебя не было никогда людей в твоем окружении? Или вообще такого понятия, что в Кыргызстане чистейшая вода, и нам хватает воды, чтобы умыться и так далее. Можно пить воду из крана и прочее? Нет, мы о моей семье на таком уровне не думали. Мы такие, типа, мое лицо. Но у меня было до 16 лет то, что в моем окружении люди говорили, что в Кыргызстане артезианская вода течет даже по нашим трубам. А то, что у нас трубы гнилые, никто не говорил. Ага! Ну, ладно, это вот как я пришел к уходовой косметике. Вот, собственно, я потом понял, когда больше... Когда стал блогером, по сути, понял, что, типа, это я 24 на 7 перед камерой, лицом свечу, торгую лицом и так далее. Типа, я уже не могу позволить себе ходить. Я еще, знаешь, за неделю до съемок решил пойти на чистку лица. Вторая в жизни моя. И все это не зажило. Я думаю, моя кожа предала меня. И свою первую умывашку я купил буквально год назад. Вау, то есть ты за неделю до этой съемки говоришь? Ну, не дал, бичья, да. Ну, слава богу, у нас есть визажист, наконец-то, на этой съемке. Все, кто просил, чтобы припудрили пончика, могут быть счастливы. Блинчика! Вот это моя токсичная сторона выходит. Кто у нас були? Не я були, окей? Тут прикрытие. Ну, вы можете быть все счастливы, а блинчик у нас припудрен. Вся его очистка лица незаметна. И подожди, что за умывашка была? Это была бюджетная умывашка или это была уже такая? Что ты думаешь, я помню, я его посмотрел, там что-то корейское было написано. Я такой, ах, они что-то понимают. Корейцы шарят и купил. Но она была, сколько она сама, 700 стоила. Она подошла? Так, что ты думаешь, я только сейчас начал понимать, что мне нравится, что я ищу со временем. А я такой, что-то мою, через эту рутину прохожу, там, умывал. А у меня очень долгое время, моя рутина была, which I think, это то, что мне помогло, это держать мою кожу чистой. И просто, типа, я буквально один раз в день умывался. Очищение и увлажнение. Больше ничего не было. Подожди, стоп. Это самое... Вот ты сейчас сказал святую грааль по защите кожи, по антивозрастному эффекту. Очищение и увлажнение. Типа у меня больше ничего не было. Это самое важное. Многие думают, что уход за кожей – это какие-то миллионные шаги. Но, по правде говоря, это буквально хорошее очищение. И всегда hydration, гумектанты, увлажнение. То есть это, сори, это для всех фанатов по уходовой косметике. Это самое-самое важное в уходе. И самое главное, вот приходят люди за какими-то ко мне в магазин ретинолами, ретиноидами, сыворотками, высокоэффективными бифидобактериями. Но мы всегда говорим, если у вас кожа не увлажнена, до свидания. Ничего не поможет. И что у меня сейчас, если раньше было очищение и увлажнение крем, сейчас у меня очищение, потом отшлуживающий крем, потом тонер, потом эта хрень ретиноидная. Потому что у меня в честь чего-то на лице начало высыпать. То есть у меня прям вот здесь поляна, вот здесь поляна. И это такое – this never happened to me. Ты что думал, ты единственный блогер у тебя в организме? У тебя прыщи тоже такие – on camera. On camera? Да, я не резко. Мне кажется, на этом фоне. Ну, еще эмоционально все дела. Не знаю, возможно, еда, стресс невозможно. Точно. Вот. И на фоне этого – так, все у меня. И потом я пошел на эту чистку, мне лицо все избили. Боже мой, какая это боль была. Я не знаю, почему люди ходят каждый месяц. Вот просто представьте, для тех, кто никогда на чистку лица не ходил, они берут вилку, да, просто вот, и давят, выдавливают из твоих пор все говно, все грязь. И ты сидишь, терпишь, а там, где особенно чувствительная кожа, они прям… У меня здесь нос, все еще… Oh my God, sorry. А вот там, где ноздри, все еще красная кожа, они такие, у вас, наверное, аллергия. No, bitch, ты избила меня. И вот, и, собственно, и потом я после этого, думаю, сейчас восстанавливаюсь, у меня ретиноид, у меня потом… Витамин С сейчас. Витамин С, но я его пью. И вообще, я такой, окей, я хочу быть соской, но вот это все, это столько времени отнимает. Я до того стала привычка все это, что я не могу теперь пойти спать, я буду чувствовать себя какой-то грязной собакой, если вот так лягу. И это токсично. Это жертва марки. Да! И потом, видишь, я говорю, а, SPF, но мне SPF нравится, он у меня с тинтом. У меня ощущение, что я хожу. Я знаю, ты любишь SPF. Да, я большой фанат SPF, мне он нравится. Мне нравится, как он лежит на коже. Вот, это вот моя, собственно, история. У тебя, ты как… Ну, у тебя куда больше опыта, ну, человек просто так потом не открывает магазин. Ну, давай начнем с того, что я человек науки. Возможно, многие этого не знают. Но это правда, что ты меня булишь. Я первоклассник. Вот, ребята, в комментариях он булит. Булит? Токсик, токсик просто. Я человек науки, ты это знаешь, я 6 лет занимаюсь наукой. Окей, мистер Хокинг. Доктор Хокинг. У меня бакалавриат и кредиты по мастерс по исчезательной математике. И я работал много в лаборатории со студентами, много ресёрч-экспириенса. И сейчас я это всё прикладываю к скинкер, в науке об уходе за кожей. При этом я никогда не отношусь к этому как эксперт. Экспертное мнение нет. Ребят, если у вас нет мастерс или PHD по химии, по дерматологии и так далее, до свидания. Я не хочу слышать о том, что вы эксперты. Почему это важно? Потому что я, опять же, как человек из другой научной деятельности, понимаю, какой это большой труд. И не люблю, когда люди, которые почитали, грубо говоря, в интернете о какой-то косметике, выставляют себя экспертами. Особенно без ссылок, откуда они получили эту информацию. Ладно, идём от этого. И сейчас я как раз занимаюсь тем, что я другую, чужую исследовательскую работу разбираю и рассказываю людям об этом на понятном языке. Вообще, как я пришёл к уходовой косметике, то, что я себе купил умывашку в Америке. Затем я ходил по азиатским маркетам и покупал себе масочки. Затем я осознал то, что эти масочки были бюджетного сегмента, и можно взять что-то поинтереснее. Конечно, это будет подороже. Затем я приехал в Кыргызстан и увидел то, что у нас тоже продаётся уходовая косметика. Но ты знаешь, что я осознал то, что у нас консультирование и вообще отношение к уходу немножко другое. То есть я очень хотел, чтобы мой магазин был именно осознанным. Осознанным к людям разного гендера, осознанным к людям разного экономического статуса и осознанным, конечно же, именно к типам кожи. То есть чтобы люди всех типов кожи, чтобы люди всех уровней знаний о косметике чувствовали себя комфортно. Чтобы они могли даже сами походить по магазину и не чувствовали, что они ходят по подиуму, где на них смотрятся консультанты. И ты знаешь, чтобы попросить посмотреть на крем, тебе нужно подойти к консультанту, и чтобы он достал откуда-то вот этот свой премиальный крем, открыл и показал его тебе. То есть это некомфортно? Вот что ты думаешь? Вот я захожу и на магазин, здесь бишкеки у нас, на меня смотрят, будто бы, знаешь, какой-то бомжар, который сейчас хочет украсть хлеб, да, булку хлеба, чтобы просто поесть. Я такой, excuse me, все фори ко мне лучше относились, да? Thank you. Я такой, а мы рамсы попутали. Но ты еще одеваешься, Зи? Мне очень, я вообще в восторге от того, как ты одеваешься, потому что ты такая фэшн-соска, фэшн-айдол, и когда у тебя селф-кер дни, когда ты просто занимаешься контентом, когда ты не на публике, ты ходишь в черной шапке, как из «Один дома», эти такие грабители, в куртке из «Секонда», и мне очень нравится, ты похож на чернорабочего, и я не хочу, что, но ты понимаешь, о чем я говорю. Да-да, просто очень люблю. Я тоже похож на чернорабочего, когда я просто в обычной жизни хожу. То есть куртка, шапка, потому что у меня еще был фронтит. Чернорабочего, girl. И я являюсь чернорабочим, когда, ты знаешь, я таскаю коробки своей косметики в рабочей одежде, и мне хочется там пойти куда-то поесть, возможно, пойти купить косметику, которой нет у меня в магазине. Ты ходишь в такой одежде, и, ну, it's true, girl. Мы с тобой в обычной жизни два чернорабочих, мы с тобой не соски. You know what I mean. Это правда или нет, скажи мне? Нет. Когда я ношу... Вещи в секунду, да. Вещи в секунду, да. У меня в голове, уф, I'm giving, типа, концепция or something. А потом со стороны смотрю, когда люди подходят, например, фото отсюда на улице, я потом, они так показывают, все хорошо, и я смотрю на себя, my god, я действительно буду мусор вынести, вышел из дома, да? Спасибо, а то я думаю, боже, это я такой булли, да? Он не чернорабочий, girl, чернорабочий, давай. Нет, ничего нету в том, чтобы быть чернорабочим. У меня как бы... Фиратен, так сказать. У меня родители среднего экономического класса, да, то есть я понимаю, что не все ходят там в дизайнерской одежде каждый день, и не все фэшн-блогеры и прочее. То есть я с огромным уважением к этому всему. И, опять же, про мой магазин. Я хочу, чтобы люди приходили, даже если они не собираются купить что-то на тысячи и тысячи сом, возможно, они ничего не купят. Да, моим консультантам бывает обидно то, что кто-то пришел, получил полноценную консультацию на полчаса и ушел, ничего не купил, но тогда мы включаем уже какой-то HR, да, и начинаем себя успокаивать, то, что зато мы получили клиента. И это правда, клиенты возвращаются, покупают, и мои консультанты, они об этом всем знают. И также мы взращиваем своих клиентов. Например, если они покупают что-то из бюджетного сегмента, и мы даже стараемся отходить от слова «бюджетный», потому что когда человек копил деньги несколько месяцев, чтобы купить себе уходовую косметику, и ты приходишь в магазин, и тебе говорят, ну, там бюджетное, посмотрите. Это так обидно, ты не считаешь? Да, смотри. Да. Люди у нас в Кыргызстане, то есть мы с тобой сидим, обсуждаем такой капитализм, да, но у нас средняя зарплата также 23 тысячи сон по бишкеку. И когда человек копит деньги, чтобы себе купить уходовую косметику, и ее называют бюджетной. Поэтому мы стараемся даже от таких лейблов сейчас уходить, чтобы наши клиенты покупали себе, ну, грубо говоря, весь уход по цене, на которую они могут себе позволить, а затем уже там через несколько месяцев пришли и заменили себе там на умывашку другого экономического сегмента. И затем они тонер себе заменили на другой экономический сегмент. Может, что-то докупили. То есть мы стараемся расти со своей аудиторией и не отказываемся от бюджетных брендов. И многие начинают задумываться, почему я плачу гораздо большие деньги, например, за этот SPF, а не этот SPF. И как я рассказывал в своем ТикТоке, вы также платите за научную исследовательскую работу, что, например, этот SPF постоянно отправляется на исследования в Европу, в Австралию, в Америку, чтобы у них точно был правильный SPF рейтинг и так далее. Почему все так дорого тогда? Ну, for real, потому что я смотрю, читаю много чего, и там типа себестоимость создания одного крема, она не такая высокая, потом наценка чуть ли не в 300%. When I'm like bitch, безопасность-мезопасность, выбор бабки на этом делать. SPF, SPF, I'm like girl. Это правда. И, кстати, говоря о том, кто делает на этом бабки. То есть сейчас все селебрити переходят на уходовую косметику. А, ну подожди, давай я вначале отвечу на твой вопрос, почему это все так дорого. Я получаю косметику из заводов напрямую, то есть у нас есть контракты с различными брендами, мы работаем с официальными поставщиками, которые работают только по контрактам. И мы получаем их по определенной цене, и дальше уже делаем какую-то определенную накрутку. Я сразу скажу то, что накрутка на косметику, это не накрутка на одежду, где всегда это выше 100%. При этом, если мы даже смотрим на корейские бренды, которые, например, Beauty of Joseon, Beauty of Joseon, который продается здесь, он выходит гораздо дешевле, чем в Америке. Их номер один SPF в Америке стоит 16 долларов. Это тупо потому, что мы ближе к Корее? Ну, у нас еще налоговое законодательство другое. У нас налоги на продажу другие и так далее. Растаможка другая. То есть благодаря всем вот этим вот поблажкам, грубо говоря, мы получаем более доступный продукт. В Америке вы, грубо говоря, будете платить от 16 до 20 долларов за этот SPF, тогда как у нас вы будете платить 1150 сом. Это гораздо дешевле. 1600-2000 или 1150 сом. То есть, да, это дороже, но при этом это гораздо приемлемее, чем в той же Америке, которая является главным рынком для этого бренда. Нет, помню, кстати, по ценам. Я, помнишь, как ты искал один крем, и я тебе отправлял, типа, скриншот чего-то и сказал, что этот крем, типа, он для Америки. То, что продается у нас, это европейское. Я так и не помню прикола в честь чего это. Да. Этот бренд называется Ceravi. Ceravi – это самый продаваемый, самый номер один дерматологически рекомендуемый бренд в Америке, который создавался двумя дерматологами в Нью-Йорке. У них запатентованная формула. Почему он называется Ceravi? Это три церамида, которые смешаны в формуле V. C-R-A-V. Или Keravi, его еще кто-то называет. И этот бренд, он очень классный. Он продается в каждом CVS, Walgreens. Это такие, как оптичные супермаркеты в Америке. И в Америке разрешены формулы, которые не разрешены еще в Европе. То есть, например, их самая популярная линейка в Америке сейчас она фиолетовая. Она полностью кислотная, от постакне и прочего. И она не разрешена в Европе. А Ceravi выкупил L'Oreal, Франция. Почему не разрешена? L'Oreal, привет! Вы нас проспонсируете когда-нибудь? Опять про вас говорим. She's working on it, окей? L'Oreal, алло! Уже второй эпизод про вас. L'Oreal, Франция. Выкупили Ceravi. Права на Ceravi. И они выпускают его во Франции. Америка не дает нам свои продукты. А Франция, соответственно, поставляет в СНГ, Центральную Азию и прочее. И во Франции не разрешены эти формулировки. То есть, высококислотные. То же самое, например, с SPF. Почему очень сложно конкурировать с корейскими... Симулировки это типа что? Ингредиенты, да? Ингредиенты, да, формулы. Почему очень сложно конкурировать с корейскими SPF? Поскольку новейшие химические фильтры недоступны в Америке для производителей. Их просто FDA, американская вот эта вот по... ГОСТ. Да, ГОСТ, да. По всем формулам не разрешает им их производить. Поэтому корейские SPF, а в Корее это все разрешено, они гораздо более по фильтрам прогрессивнее, чем американские. Разрешено? У нас... У нас нет стандартов, да, как такой выход? Они есть. Есть? Да, они есть, но опустим эту тему, потому что это уже такая более государственная тема. Окей. Ну и мы живем не в той стране, да. Сомборизм и брейкинда лоу, ага. Ну, мы не, кстати, по правам все хорошо. Просто вот производителям что-то можно, что-то нельзя. Окей. А завозить все можно. Да. Поэтому корейские SPF завозятся в Америку, и они, соответственно, покупаются гораздо... Я не скажу, что больше, но они уже начинают конкурировать очень сильно с американскими SPF. Ага. И, кстати говоря, про скинкер. Это сейчас очень-очень... Как это сказать? Денежный прибыльный. Какие селебрити ты знаешь, которые занимаются скинкер, мейкоп и так далее? Окей. Кого я знаю? Ну, первый, кто мне приходит на ум, вот, последнее время. Кто, что я выпускал? Хейли Бибер, Роудскин. Роудскин. А ты знаешь, какой он бюджетный? Он бюджетный? Он очень бюджетный. Я в шоке был. Все деньги, значит, в упаковку, да, в льдовку уложены? Honestly. The growth... Знаешь, девочки такие, а, как красиво! А там просто серая эта коробка и вот белые буквы. And I'm like, вау, вот гений дизайна. I'm telling you, no. То есть, Роудскин, у них средняя цена от 16 до 29 долларов. А объем какой? Ну, стандартный. То есть, у них, вот, самый популярный у них сейчас это бальзам для губ, пептидный бальзам для губ. И дальше уже идут различные флюиды, крема, которые стоят около 29 долларов. Это недорого. Чтобы ты понимал, например, сейчас... У Ким что там? Ким. Ну, у Скин, кстати, очень хорошие цены тоже для рынка. То есть, они, ты знаешь, Ким Кардашьян, они не пытаются создавать что-то очень дорогое. У них идет такой средний масс-маркет, да. То есть, около 40, от 40 до 60 долларов. Вся аудитория, где она находится, собственно, посередине. А бывший муж Анжелины Джоли, Брэд Питт... What the fuck? Бывший муж Анжелины... Как будто люди не будут знать, кто такой Брэд Питт. Окей, ага. For the girls. Бывший муж Анжелины Джоли. Бывший муж Анжелины Джоли выпустил свой бренд. Да. Ты знаешь, что он судился с... Серьезно? Да. Да. Представляешь, выпустил свой бренд по уходовой косметике. И ты знаешь, что он судился с Анжелиной Джоли над правами о том ранчо, которым они владели. То есть, там винные эти лозы и так далее. И этот бренд, соответственно, совладельцем этого бренда являются вот как раз эти вот виноделы. И в этом бренде они используют, кстати, очень много экстрактов из этих винограда. Из этого винограда. И средняя цена крема 300 баксов. От 300 до 400 баксов. То есть... А он уже в продажу поступил? У тебя есть какие-то данные, типа покупают его? Нет. Они такие вещи не открывают. Особенно такие лухари-бренды. Ну, типа, даже тот факт, что я впервые об этом слышал, он многим говорит. То есть, вообще, там, Идрис Эльба создал свою уходовую косметику. Но это кэш-грэб. Они делают на эту бабку. Это кэш-грэб чистый. То есть, это не так, что мы поможем людям с хорошей кожей, но бэчем, I'm making money. Exactly. Ну, или KKW закрылся, да, и теперь он Skin называется. S-K-K-N и так далее. То есть, все переходят из теперь декоративки в уходовую косметику. Ну, они же, вот эта вся косметика продают историю того, что ты будешь пользоваться нашей продукцией, и у тебя будет такая же красивая кожа, как у меня. При этом все понимают, что они уходят на супер-мега-дорогостоящие процедуры, да, там, им тоже избивают лица, как мне когда-то. И там куча фейшлс, да, вот эти супер-мега-дорогие. Ну, косметика, ты знаешь, что уход за лицом всегда начинается изнутри. Да. То есть, об этом они не хотят говорить. То, что это все нутриция, это все сон. Да. То есть, мне очень нравятся бренды, косметологи, которым пишешь, грубо говоря, помогите, я сплю пять часов в день, какие патчи отбелят мне глаза, и им пишут, никакие патчи, вам нужно спать минимум восемь часов в день. То есть, проблема начинается не с уходовой косметики. И, да. Но все эти бренды, все эти селебы, которые создают всю эту продукцию, они же потом играют, по сути, на комплексах людей, продают косметики, делают на этом деньги. Но, по сути, сами-то у них вот этот помысел изначально, он заключается в том, что мы создаем всю эту фигню, чтобы сделать бабки, не ради того, чтобы создать какой-то офигенный продукт. То есть, они вот берут и еще больше токсичности добавляют всему этому. Мы без того живем в такое очень непростое время. И тут они такие, красота изнутри, тебе можно ходить без косметики, купи наш крем, и ты будешь такой же красивый, как я. Опять же, ты тратишь несколько тысяч баксов в месяц, чтобы просто тебе за твоим лицом ухаживали. И уже потом, он топов, да, ты крема создаешь. Сто процентов. А знаешь, кто еще выпускает косметику? Кто? Муж Кортни Кардашьян. The fuck? Трэвис Баркер. Ну, то есть, уже все, ты знаешь, если завтра, я не знаю, кто-нибудь еще начнет выпускать косметику, там, кто, например, Леонардо Ди Каприо. Гро, вот Никоня, да, окей, вот кому SPF нужно, это вот ему. Гро, нет, ему не только SPF нужно, ему там нужно много чего. He, типа, let himself go. Сейчас за тобой будут охотиться 55-летние мужчины, которые встречаются с девушками до 25 лет в комментариях. Такие, нам не нужен SPF, Зи, ты нас булишь. О, знаешь, кто вот, у кого бы я купил вот сто процентов? Форел, то, что он создал. Вот кому-кому, к этому вампиру я бы пошел бы, типа, купил бы все, что он сказал. Типа, что ты делаешь? Правда, Форел сто процентов. Риана, ты, кстати, ну, ты тоже жертва маркетинга. Но я это признаю. Ты купил все. I love that. Ну и что ты потестировал, тебе понравилось? Да, у меня все, у меня, типа, я могу, типа, ревью пустых баночек. Я все перепробовал. Мне больше всего, ну, вот этот, их бальзам для губ, маска для губ, просто amazing. Я полечу, я обязательно докуплю себе несколько штук еще. Вот, этот, у нее все пахнет. Вот этот, то есть я парфюмированный, and I'm like, я пахну, как этот, магазин какой-то. Я захожу, I'm like, this is not red. Типа, я хочу, чтобы я пах просто химикатами. That's it. Что-то все это выветрилось вот так вот. Токсичному человеку нужны химикаты. Да. That's a little bitch. А этот, ааа... Что мне понравилось? Мне понравился тонер, потому что он так, у него прикольное название, называется Fat Water. Жирная вода. Fat Water? Fat Water, да. Я такой, ух, только ради нейминга я буду себя бум-бум-бум за это. То есть Карл Лагерфель точно не использовал бы. Да. Да. Что там еще у нас? А, ну, все остальное? Ну, it's okay. А, вот это их дневной крем с SPF. Уф. Very bad. Ты знаешь, что мне еще понравилось? С Ким Кардашьян бренд. Когда она начала выпускать скин, она сделала большой разбор своей уходовой косметики для журнала Vogue. Да. И в нем она говорит, в этом году я открыла для себя, что такое тонер. И я такой, молодец, Крис Дженнер. Просто, вот как продавать продукты, в этом году я открыла для себя тонер. Покупайте его. Самая лучшая вещь в вашем уходе. Видимо, все ставки на этот тонер были, собственно. Кто еще? А кто у нас еще есть? Ну, их овердафига они друг за другом начали выпускать, но в итоге очень многие бренды закрылись. Edison Ray, типа, нафига ты все это делала? I don't know. I didn't get that. Kylie Skin, чисто косметика для 13-леток. Да. Такая упаковка вообще. Да, упаковка дешманская. Розовая упаковка. Мы такие. Мы с тобой две бутылочки Kylie Skin сегодня. Kylie Skin, да. Что еще? Кто у нас еще там есть? Да, все вроде, да, все остальные на цветной. Их много, их очень много. То есть, от моделей, там, Winnie Harlow, например. Ну, как бы, от кого... Почему они что-то делают? Почему? Зачем? Зачем? Для чего все это? Ради денег? То есть, действительно, прибыль большая? Моржа большая? Высокая? Ну, я предполагаю, что да. Типа, зачем еще лезть туда? Ну, например, Kylie. Да. Да, то есть, когда она выпускала свои помадки для губ и так далее, моржа была просто огромная. И мы знаем об этом, потому что Джеффри Стар, я уже устал о нем говорить. Джеффри Стар рассказывал, как она делала эти свои помадки на той же фабрике, как Colourpop, перед тем, как они были проданы коте. Ну, и там моржа просто огромная. То есть, люди платили за них такие деньги, тогда, как они делались на тех же фабриках, как Colourpop, бюджетная косметика. Кейт Мосс. Кейт Мосс сейчас тоже выпускает достаточно дорогую линейку по уходу за кожей. Она называется Cosmos. Космос. И средняя цена от 100 долларов и выше. Ага. Да факт. Ну, типа, покупать скинки от Кейт Мосс, кто будет покупать? Я бы купил у нее сигареты. Да. Ну, типа, я постоянно вижу, что она дымит, да? Да. Но косметика? Я имею в виду, мисс Тейн. Давай. Еще же, типа, у многих же, типа, многим на руку играет то, что у них гены определенные, да? И мало что нужно для лица. А у кого-то, кому-то, ну, типа, просто... Вот я к этому введу, что, типа, just because you're famous, типа, doesn't mean you need to do anything. Почему, почему? Мисс Тейн, короче, для сегодняшней темы, мне, несомненно, хотелось позвать человека, который сам много знает об этой теме, тоже шарит. И шарит больше меня. Я хочу узнать у этого человека больше. Узнать, потому что этот человек работал с брендами, работал как ампассадор. Человек сам, который отбухивает очень-очень много денег в уходовую косметику, и не только... Сколько денег вы уже знаете прямо сейчас? Да, я хочу сейчас цифру узнать, да? Вот. И человек, который, ну, типа, общается с владельцами бизнеса и так далее, поэтому от вас двоих мне было бы очень интересно услышать, типа, вот прямо... Те вещи, которые не на поверхности лежат. Прямо, знаете, грязные-грязные секретики. Человек, го, откроем дверь чулана, выпустим ее, да? Да, да. Поехали. Поехали. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пам-пам-пам. У нас сегодня в гостях Мейрим Толип Берген, или, как многие ее могут сказать, Мейриша в Инсте. Собственно, the myth, the legend, the icon, the moment. The iconic icon. С нами сегодня многие... Хотя те, кто на тебя подписан, они понимают, типа, почему ты, почему skincare, почему, типа, именно к тебе нужно идти, а не к любому какому-то другому персонажу, вот. Спасибо, что пришла. Нет, ребят, вам спасибо большое. Я еще хотела такая залететь, как Риана такая, типа. Да, да. О, цель была Риана. Потому что вы уже поднимали темы касательно фэнти-бьюти и так далее, и я каждый раз хотела свои пять копеек, кстати, подождите, мне есть что сказать. Поэтому, в первую очередь, спасибо вам, что вы меня пригласили. Для меня это огромная честь. Я наблюдаю за каждым из вас. Я безумно вами горжусь. Я считаю, что вы вообще просто наше будущее. Я сказала, такая 50-летняя женщина, но в любом случае. Мне еще нравится, что обычно, как, типа, legacy, там, люди, которые уже долго-долго это делают, они на каких-то новых персонажей смотрят так с высока, типа, gatekeep, да, то есть, типа, не подходите, вы у нас забираете наш хлеб. На-на-на. Мириша... Мириша, ну, привыкли. Мирим пошла прям вот, то есть, сама первая протянула руку, сама первая подошла, и нам было... I really, really, really respect that, потому что... У меня то же самое. Причем, ты знаешь, на меня подписаны люди с миллионами подписчиками и так далее, и мне как-то, ну, окей-окей. На меня подписалась Мириша. Я такой, я просто... На меня подписалась, Мириша, все смотрите, вау! Хотя я вначале подписана была на тебя в Твиттере, я почему-то в момент, что ты есть в Инстаграме, как-то пропустила, но я тебя знаю с Твиттера. Да, и у меня есть несколько историй с тобой, о которых я тебе сейчас расскажу. Вообще, я узнал о твоем существовании, я не помню, как назывался канал, но ты вела обзоры музыкальные, такой топ-чарт. Как это называлось? Это была программа Мюзикола на канале НБТ. Мы еще до НБТ выходили на телеканале АС-ТВ, это помните фильм? Ой, а телеканал при АЛА-ТВ, там крутили в основном фильмы и какие-то передачи. Вот, и мне было тогда 13 лет. Да, 13-14... Мы почти одного возраста были. Да. Сколько тебе лет, если не секрет? Мне сейчас 31. Ну да, то есть практически у нас получается 5 лет разница. То есть в 14 я уже была на национальном Бишкекском телеканале, да, если не... Это очень круто. Ты знаешь, я вот смотрел, и такой шовинистический комментарий сейчас будет, ребята. Мой отец тебя смотрел по этому каналу и говорит, такая городская девушка, так хорошо разговаривает. Тогда было очень много крыгозоязычного контента, и, конечно, шовинистический комментарий, я это принимаю. Сейчас мы, наоборот, хотим, чтобы было больше крыгозоязычного контента. Но тогда мы прям смотрели на тебя и слушали, и мне было очень интересно. Было очень много драмы, и я отправлял смс-ки. Я был одним из людей, которые ты читала смс-ки, и я такой... Была драма, наверное, грустный комментарий, со смертью певца Микаэля. Да. И ты вела как раз эту передачу, и я отправлял смс-ки. То есть что вы можете об этом сказать, что вы об этом думаете. Потому что мне было очень интересно, это была такая большая, серьёзная драма в нашей культуре. Но, возможно, ты не знаешь. Я знаком с твоим партнёром до тебя. Мне было 8 лет. Я был на канале ГТРК, КТР, тогда ещё назывался. И была передача «Волшебная страна», я пел там. Я даже выиграл её. И Мирбек Атабеков был моей приглашённой звездой. Мы с ним пели в таких красивых очках «Сен-Ирана», и мы записывались даже в ГТРК. У меня есть студийная запись «Сен-Ирана» с Мирбеком Атабековым. Представляете, ребят? Ну, с ним я тоже, кстати, познакомилась на передаче. Просто Мейриша – это такой бренд, это такое человечище. И, опять же, я был так благодарен, когда ты на меня подписалась, потому что, ну, просто это для меня, ну, такой milestone. Мне было очень приятно. Камон, ребят, я в этом плане, я не знаю, это большой мой плюс или минус, но я это воспринимаю как за плюс, потому что я встречаю людей, которые говорят, ты должна быть немножко, чуть-чуть такой высокомерной, знать себе цену. Я абсолютно не про это. Люди, девочки, мои друзья, которые меня знают, мне вообще, я наоборот могу подойти, если не знакома с человеком, подойти, сама поздороваться. Если, вот я помню, ребята на Крутая Блогеров приезжали из Казахстана. Ну, мы понимаем немножко, бывает такой вайп, немножко такой. Ну, знаешь, у меня там пять лямов, у тебя это беда. Принюхиваете друг друга, такие, что она. А я просто залетаю там, Артур, Арчеваль, как у тебя дела? Дорогой мой, что, депрессия? Ну, вот так вот. Как твоя депрессия, дорогой? Как моя депрессия? Все еще в жопе? Я тоже хотела психотерапевта, ну, то есть настолько, да. Как бы, условно, я могла бы быть такой, ну, с чекулей, типа матери троих детей, повидавшую эту жизнь. Мама троих ангелочков. Да, да, поэтому в этом плане я супероткрытый, и, ребят, вы, я говорю, вы наше будущее, я вас обожаю. Вау, вы наше будущее, ты говоришь, как будто... Вот я уже все. Во мне живет мой альтер-рек, это какая-то дженешка лет шестидесяти, знаете, такая, которая знает все традиции, всегда такая, а болбой-то. Ну, это показательно, потому что интернет настолько ускорил время, и вроде бы мы, типа, технически люди одного поколения, но вот из-за интернета мы просто еще больше, как будто бы все настолько быстро меняется, что мы, по сути, мы из-за одного поколения, но чувствуются будто бы новые, свежие люди. Мариша, у тебя еще сегодня такой образ, ты прямо делась как будто бы для нашего подкаста. Честно, я вот, мы за кадром обсуждали, я впервые вышла из такой своей зоны комфорта. Это обычно, когда я прихожу на интервью, это моя такая стабильная укладка под мое каре, это очень такой легкий мейк, вот, и одежда, что-то посвободнее, чтобы я себя максимально чувствовала комфортно. Но так как я понимала, что иду на подкаст к вам, и мне нужно быть с вами на одном вайбе, я такая, окей, we're gonna do that, разговаривала со своим визажистом, я говорю, слушай, я хочу что-то такое. Кстати, у нас inspiration will highly be with me. Road skin road. Я говорю, слушай, я хочу что-то glowy, но при этом яркое, я готова одеть на себя всякое такое, круто-колючки. Она говорит, давай, мы даже сделали косички и одела что-то такое, вот я говорю, я обычно не показываю там руки свои или еще что-то, но тут прям захотелось, и я чувствую, что это классно, мне нравится, да, я прям кайфую от своего образа. Пока вот тут разговариваю, себе селфи поделаю, такая, да, найс, оказывается, можно. Оказывается, можно и нужно, нужно. Да, да, да. Ты вдохновляешь очень много, молодежь просто посмотрит на тебя и скажет, я хочу быть как Мириша, если она комфортная, то и я. Да, то есть, it's okay, да, выходить из зоны комфорта надо, при том, что ты очень часто начинаешь прищупывать, смотреть какие-то новые вещи и говорить, о, это можно по-другому сделать. Можно косоволосы выпрямить условно, да, можно сделать такой мейк яркий, можно налепить экстрые ресницы, и это все будет смотреться очень гармонично, at least, пока ты вот чувствуешь себя комфортно. Да, сто процентов. See? Окей, вот точно так же, как и мы разговаривать. I am telling you, у нас будет all my life. The fabrics and the texture этих джинсов. Да, да, да. Наконец-то я могу свои английские словечки пикнуть, да. И эти вот это понимать, да. И, кстати, у всех у нас это аутентично в плане того, что мы жили в Америке очень долгое время, и Мэйриша. Да. Кстати, вот насчет Мэйриша. Мэй-э-рим, Мэй-рим. 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 То есть все правильно, мы говорим по-каргызски, то есть Мэй-рим. Да, да, да. Для меня это очень правильно, чтобы было аутентично, по-имому произносилось. Вот. Сегодня к чему, вообще зачем ты нам вообще нафиг нужна? Зачем ты нам нужна? Я все еще помню твой пост в сториз. Типа, я еще думала обидеться, потому что думала, ты выставишь одну классную фотографию, а потом скажешь, она опять болтает, а ты просто... Что за пост в сториз? Да, короче. В общем, мы с ней были на одном мероприятии, и мы такие фотоимся стоим, и она мне что-то так говорит, говорит, и эту фотку... Запечатлели ли на фотке, где я стою так, улыбаюсь? Да, а я что-то говорю вот так вот. Мне в голове фотос, я была такая, girl, вот это сначала, а потом вот это, и у меня, окей, вот это. А я, как раз, ему говорила, я посмотрела ваш подкаст, и он классный, и он подписал, типа, бей, шагенни, шарам, плей, стипа. Дай мне сфотаться. Да, дай мне сфотаться. Что ты базаришь, хватит, да, столько же опасно, что ты говоришь. Окей. Блогерские реалити, короче. Да. Но это вот... Но это было действительно так. Да. Ничего не придумаем, мы не врём. Я вот знаю, что ты очень много работала с брендами, ты много... Ты сотрудничала с блогомбассадором, с одним из брендов, здесь бишки, которые представлены. По уходовой косметике. По уходовой косметике. То есть как у тебя... Окей, давай начнём сначала. Как у тебя всё это началось? Типа твоё увлечение, а потом уже перейдём к твоей уже работе. Как это вообще привело к работе? Да, вообще я косметику, я его называю косметоз так по-дружески, люблю, наверное, ещё с детства. Вот я... У меня есть куча фотографий плёночных ещё, когда я у мамы забирала там помаду, мазюкала по всему лицу, у меня все там руки в помаде, в тенях, я постоянно портила её косметику. Вот. А потом уже, когда в школе начали учиться, я выкрадывала блески для губ, то есть я выходила из дома без мейка, но я заходила в школу и губы себе обводила помадой, заходила, за что иногда от учителей тоже получала какое-то замечание, нельзя так делать. Потом уже в средней школе была эра вот этих, помните, джюсси-кутюрье, да? Вот этих, когда спортивок этого всего, Вайба Бритни Спирс, Кристина Гиллеры, да? Перис Хилтон. Да, вот это вот всё розовое, ванильное, да, и я просто покупала блёстки в этом подземке. У меня, считай, на тот момент родители тоже жили в Америке, они отправляли что-то ещё, но именно те цвета, которые я не находила, я заходила в подземку, покупала блёстки. И знаете, что я делаю? Я брала блеск для губ сюда, и потом просто эти блёстки напечатывала вот сюда, чтобы, когда я разговаривала, да, когда я разговаривала, чтобы эти блёстки блестели. Это был хайлайтер, когда хайлайтера ещё не было в такой продаже. Да, но это был крупный хайлайтер, да, и то есть мне это всё нравилось, потом у меня в жизни появились танцы, я там тоже вечно ходила с вот такой косметичкой всего, Руби Роуз, Кики, вот эти вот все бренды, да, Жаде, вот это вот я очень обожала. Сва бюджетная Европа, да? Да, ой, я сейчас помню маленькую эту фею абьюзивную, помните, да? Маленькая фея? Да. Троубэк, это прям очень... Мы с тобой в упаковке маленькой феи сейчас. Большие феи. Я помню, я уговаривала, это был мой второй класс, я прямо маму просила, говорю, пожалуйста, купите мне набор маленькой феи, да, и на тот момент у нас в семье были небольшие финансовые проблемы, и у меня мама говорила, куда я бюрса, мы тебе купим. Я говорю, пожалуйста, не говорите, куда я бюрса, это долго. Это не долго. Это не когда. Да, да. И после уже появилась Мия, помните, косметика Мия уходовая, это ещё при фабрике звёзд, да? Да, да, да. Вот, ну то есть вот это всё, я вот проходила, я покупала, я тестила, я от этого кайфовала. Это потом уже, условно, в десятом, в старшей школе мне мама отправляла ещё более-менее серьёзную косметику, что декоративную, что уходовую, и я понимала, что в этом есть моя отдушина, я кайфую от затестов. Вот это ощущение, когда пальчики заходят в тени, и просто ты смотришь пигмент, для меня это такой бум. Но я вот люблю это всё, да, проверять текстуры. И мне кажется, это и привело в какой-то степени к моему блогу как бьюти-блогеру в один момент, потому что я себя, честно, забросила после появления первого ребёнка, потом появился второй ребёнок, и Машка. И, ну вы понимаете, да, вот эти материнские будни, на то что приготовить, там сделать, то сделать, ещё и надо как-то развиваться, книги читать, потому что социум тебе даёт какие-то ярлыки, под которые ты понимаешь, что ты не подходишь, ты выбиваешься, и у тебя истерика, стресс, депрессия. И свою отдушину я нашла у себя в уборной, когда просто умывала своё лицо. То есть я понимаю, что это моё время, it's me time, я умываю своё лицо, я наношу этот пилинг, я наношу эту маску, тонер, и я кайфую. Это когда было? Это какой возраст? Это, кстати, было, мне было уже 25. То есть условно до 25. Когда только начиналась вся эта культура. Да, то есть до 25 я понимала, что мне нужно умывать лицо, пользоваться SPF, то есть это то, чем у меня мама всегда как бы, да, приучала. Я знала, что как правильно условно носить тоналку, там и так далее. Смывать я её не особо смывала, но я понимала где-то интуитивно, что уход нужен. Я помню, я гналась за этими сыворотками, я уже начала изучать, что такое гиалуронка, неоцинамид, там, пептиды и так дальше, что такое ретинол, что такое витамин Е, вот эти все вещи. И вот в этот период, в 25, когда мне стукнуло 25, я помню, папа у меня такой, говорит, ночью тебе ещё 25? Я говорю, да. Он такой, вот время летит. Это был на мой день рождения, я забегаю в уборную, и я понимаю, я вижу такие первые, не сильно глубокие, но заломы на лбу. То есть я очень эмоциональная, у меня прям заломы. И да, вот это вот движение. Я потом понимаю, что я очень много смеюсь, и у меня такие заломы. И ты перестала смеяться. Нет, я такая, типа, окей, я не буду отказываться от своих вот этих вот эмоциональных движений и улыбок, лучше я буду это предотвращать. И вот в 25 пришло какое-то очень сильное осознание, и вот это вот время того, что я кайфую от того, что я наношу всё это на лицо, всё это изучаю, вот это привело меня к моей какой-то экспертности. У меня было время, когда я просто приходила в магазин, закупала куча умывашек, тонеров, кремов и тестила дома. Как ты поняла, что тебе нужны тонеры? Просто ощущение того, что вот ты моешь своё лицо, да, you're washing your face. И вот это вот ощущение стянутости, для меня это было вот так вот. Окей, мы когда моем посуду, нам нужна губка. Что мы делаем для того, чтобы фейри, да, условно, там, жидкость активировалась. Да, активировалась. Нам нужна вода. Да, то есть губка должна быть намоченной, мокрой. То же самое и с лицом. Я такая, нужен тонер, не хватает тонера либо места. Но это вот как-то вот так пришло. То есть, ну, тоже, условно, интуитивно. Вот, и всё. И далее я понимаю, такая, хорошо, если смотреть со стороны физики, водичка есть, лицо готово принимать сыворотку, нужна классная сыворотка. И потом я уже начала утверждать свою теорию в книгах. Там есть очень знаменитая книга девушки, у неё есть сайт Soko Glam, я не помню её имя. Мишель. Да, у неё есть, она запустила мне... Ты хочешь смешную историю? Давай. Ты сейчас будешь ржать, это просто вселенная. Окей. Мне подарили книгу. Да. Мишель, которая называется «Как заботиться о коже». Да, да, да. Я открываю книгу, а там написано «Надеюсь, ты будешь заботиться о своей коже», ну, грубо говоря, там, с наилучшими пожеланиями. Мейрим Толиперген. А, да ладно? Это книга у меня. Да, я помню, мы закупали эти книги для Nature Republic, и мы... А-а-а. А-а-а, как классно. Да. Да, и вот, кстати, вот у неё... Ну, я когда открыла её книгу, я понимаю, что, в принципе, я много чего это знаю, я это употребляю, и я в правильном направлении. И мы начали это распространять массы. Я прям помню, я говорила своим подписчикам, берите эту книгу, потому что очень доступным базовым языком описан весь уход, который должен быть базовый уход у любого человека. Да, неважно, девушка, парень, у любого. Вот все должны к этому стремиться. Почему? Потому что это как инвестиции. Это работает долгосрочно. И когда спрашивают у меня условно, подруги бывают, а Мэрима порекомендую хороший крем от морщин. Я говорю, excuse me, бери SPF, это самый лучший крем от морщин. Вау, вы все это слышали? Да, да, да. Спасибо. Я не был токсиком, я был, я транслировал. Да, потому что это про предотвращение. То есть SPF-ом должны пользоваться там и дети, ну, окей, там, четырех с пяти, когда они уже на улице находятся, то есть это обязательно носик вот этот человек. И чем больше старше становится человек, пожалуйста, каждые два часа обновляйте свой SPF. Да. Не один раз в день, а каждые два часа? Нет, каждые два часа, потому что фильтры, которые есть, окей, там есть химические, физические фильтры, но фильтры, которые есть в составах, они вылетучиваются за счет того, что солнечный свет падает, этот фильтр вылетучивается. Химическая реакция. Да, и все, у тебя нет этого фильтра, у тебя остается просто условно глицерин на твоем лице, да, вот эти все... Гумектанты, увлажнители и остальная составляющая. Да, а сам фильтр, он испаряется, потому что он был protective on your face. That's it. Так что получается, я утром наношу, потом ухожу, типа какой-то момент... Нет, но не два часа обязательно, то есть мы говорим, если в урбанической среде, четыре часа, а если ты в критических условиях, обязательно каждые два часа. И вне зависимости, вот сейчас многие подписчики мне пишут то, что, как вы так говорите, вот у нас самые новые фильтры сказали, что можно не обновлять. Это ложь, ребят, химическую реакцию никто не отменял. SPF, он поглощает в себя эти лучи. Это вот наука или это маркетинг? Нет, это наука. Это наука, это серьезная наука, и она показана на УФ-тестах, то есть человек, например, ходит с УФ-лампой, в течение дня, и через два часа, вот грубо говоря, этот слой SPF, который черным показывается на лице, он испаряется. Да, его нет. И при этом ты можешь сам выбрать себе удобный вид SPF, это могут быть в виде спрея, но тем не менее, если это спрей, его нужно наносить не один раз на лицо, а несколько раз, потому что... Ну, кстати, я тебе сейчас скажу новая информация, которой я скоро буду делиться в своем блоге, то, что стики, спреи и так далее, они не дают покрытие, как кремовый SPF. То есть всегда кремовый SPF, и если вы хотите обновить уже его, то вы наносите стики, спреи и прочее. А, типа, ну просто, я просто представил, стою там и где-то... Не, ну то есть, к примеру, перед тем, как ты выходишь из дома, у тебя есть твой кремовый SPF, кремовый, гелевый, вот тот самый комфортный для тебя, да, и потом уже в течение дня ты можешь просто подкреплять эффект там стиками, SPF-ами, пудрами, есть сейчас такие powder SPF, есть cushion SPF, то есть ты можешь это все сверху наносить. То есть это все... Вот я вообще благодарен, что ты рассказываешь об этих вещах, потому что я в шоке, что ты, типа, не так, что наносите самый лучший крем. Нет. Этот крем лучше этого. Хотите увлажнение, возьмите этот крем. То есть ты действительно рассказываешь о вещах доступным языком, и я такой, вау, у меня что, появляется конкурент на рынке о скинкер-блогинге, да, и я такой, вау. Я в этом еще в 2015 году. She's been at it, да, this whole time. Нет, если честно, я, наверное, вот когда вы говорили, сколько она потратила, мой самый дорогой крем, который был у меня в арсенале, это крем La Prairie, это 1700 долларов за баночку. Даже не La Mer, то есть у тебя был La Mer? Да, у меня был La Mer, да. И я, наверное... Is it worth it, да? No, поэтому я говорю, что лучший крем – это SPF, потому что я, говорю, у меня был один какой-то там момент, я была реально addicted, и просто у меня, допустим, условно появляться какой-то на тот момент с небольшой рекламной интеграцией деньги, я просто тратила на косметоз, на новые тоналки. Я покупала дорогую тоналку, покупала дешевую тоналку и искала, окей, какая разница в нем, как она ложится. Да, вот, и потом это уже на YouTube появились вот эти все dupes, да, там, условно, там, Tom Ford, и ты можешь купить там Vivienne Sabo, да, там, или еще что-то. Могу, хочу. Хочу, да, могу, хочу, вот. И вот это все привело к моей большой экспертности до такой степени, что мои подруги иногда просто умоляют, говорят, посвяти мне час времени, go, подбери мне уход. Я говорю, я не дерматолог, да, там, я не эстет-косметолог, да, это все нужно изучать изнутри. Ты тоже прав, что это все, как бы, самый дорогой крем не исправит все твои ошибки, проблемы на твоем лице, это все про митохондрии, это все про биохакинг, это все про твой сон, про твой стресс, про твое умиротворение. И только потом, это уже такая внешняя часть, это твоя одежда, то есть, условно, если тебе некомфортно в своем теле, никакая одежда это не спасет. То есть, любую одежду, если ты будешь чувствовать себя не так, как ты хотел бы. Вот, это в первую очередь, конечно, нужно смотреть, какие витамины ты пьешь, что ты кушаешь. Правда? Да, и только потом, то есть, бьюри, это больше про inside, и только потом про outside. А это я поняла только тогда, когда я уже все деньги потратила на безумно такую косметику, да, на все. Хотя у меня, в принципе, каких-то сильных проблем, там, акне, да, или еще что у меня не было, ни розоцеи, да, там, ни дерматита или еще что-то. То есть, у меня, в принципе, среднестатистическая хорошая кожа, нормальная, хотя сейчас вот эти границы уже стираются, типа, в коже. И мне, в принципе, не надо было что-то там колоть и что-то делать. Но вот этот интерес, да, почему на рынке столько всего, почему люди тратят, почему вот это все с каждым годом все больше, почему это местами не экологично, это очень токсично. Токсично в плане девушки начинают очень сильно нервничать за то, что они не могут купить определенную банку, но им нужна эта банка. Ты говоришь, камон, она не работает, эта банка. Потому что какой-то блогер сказал, эта банка изменит ваше отношение к косметике. И я понимаю, что я этим грешила. Да, у меня было такое, что я в одно время, я брала рекламу, не протестив. И я уже взяла рекламу, я уже сказала, что этот продукт классный, но я им пользуюсь, я понимаю, что это как? Да. И я такая, но впредь я так делать больше не буду. И когда... Ты молодец. Да, и когда случилась первая для меня огромная коллаборация с... Я могу называть компанию? Да. Да. С Nature Republic. Я была безумно рада тому, что они открылись у нас в Кыргызстане, потому что с этим брендом я была знакома еще в Казахстане. Они открылись вначале там. И мы покупали крема. Приезжали сюда, я еще помню, там на подарочки. И когда мне Айдая Кунова позвонила, говорит, мы открываем магазин косметики. Я говорю, о, классно. Я думаю, это будет какое-то мультибрендовое. Она говорит, нет, по франчайзингу. И это Nature Republic. Я говорю, девочки, я с большим удовольствием вас поддержу, потому что это очень классно. Здорово. И далее как-то так случилось, что они предложили мне стать брендом-амбассадором в Кыргызстане. Мы очень классно и плодотворно поработали. Я не могу сказать, что абсолютно все продукты классные. Спасибо. Можно я добавлю тоже то, что насчет всех продуктов. У нас многие клиенты приходят и говорят, надо взять всю линейку. Возьмем всю линейку. И, например, я большой фанат бренда Равиктин. Действительно замечательный бренд, очень молодой, но тестируется даже на людях с меланомой он сейчас. То есть самая такая травмируемая кожа. И, например, приходит клиент и говорит, хочу взять все. И мы говорим, нет. Например, мы попробовали SPF, он не такой. Вообще окей. А вот умывашка классная. А вот тонер вам, возможно, не подойдет. И так далее. То есть мне было бы сложно стать амбассадором того же бренда Равиктина, говорить, что вот вам все подойдет. Берите все, все самое классное. То есть ты очень классно сказала. Вот, и я помню, девочки мне банками отправляли. Я говорила, вот эта линейка мне нравится, она классная. Девочки, вот это. Я не хотела бы на нее акцентировать, потому что она мне не понравилась. Я понимала, что это очень индивидуально, но есть такие подписчики, которые приходят и говорят, я хочу именно ту банку, тот тонер, который показала Мириша. И консультанты говорят, нет, она к вам не подходит, у вас розоцея, там есть условно алкоголь, да, где-то в добавках, потому что у Мэри мы Т-зона, там, ну, какие-то вот такие вот вещи, нюансы. Она говорит, нет, дайте мне то. И то есть они покупали, девочки говорят, нет, она говорит, хорошо, выбор за вами, вы взяли, потом они пробуют, у них начинается там высыпание или еще что-то, говорят, фу, весь бренд беспонтовый. Ну, то есть это потому, что это все супериндивидуально. И когда я проговорила про то, что сейчас стираются грани типов кожи, это действительно так. То есть раньше, помните, да, там в брендах было там для сухой кожи, для нормальной кожи и для жирной кожи, да, там 3-4 типа, да, там для чувствительной кожи. Сейчас это не так. То есть ты имеешь право иметь все типы кожи. То есть ты можешь быть одновременно сухой, жирной и воспаленной, к примеру. И еще в разное время года. Да, и в разное время года. И в разное время ситуации и стресса. Ситуация, например, беременные, когда приходят ко мне клиенты, их очень много, там у них высоко вырабатывается коллаген. То есть мы подбираем совсем другую косметику. Или, например, опять же, да, про беременных или кормящих женщин, как мы им абсолютно меняем косметику, убираем все кислоты. Или, например, оставляем кислоты, которые научно доказаны, что они не будут влиять на кровь, да, женщины, а, соответственно, на молоко ее или к ребенку поступать и прочее. То есть в зависимости всегда от предпочтения, а также какие-то научные исследования к этому добавляем. Да, 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 абсолютно. Поэтому я всегда советую девочкам, говорю, хорошо, возможно, умывашка может быть очень basic, да. Тонер может быть, либо я обычно советую такой-то увлажняющий тонер, либо успокаивающий тонер, потому что я не знаю, какими манипуляциями человек моет лицо, а он может и вот так, и так, и, знаешь, залезть так, что ты в оконцове смотришь в зеркало, у тебя вся кожа красная. То есть ее нужно успокоить. Для этого помогают там цинцелла азиатская, камелия water, какие-то вот такие вот ингредиенты. Вот. И далее я советую, не берите дорогой крем, не надо тратить на крем деньги, лучше потратьте на хорошую сыворотку, ампулу или там, условно, масочку. И ампула должна быть, сыворотка должна быть такой. У меня, допустим, всегда есть одна сыворотка для хорошего увлажнения, там, с несколькими видами гиалуронки, либо пептидная сыворотка. Обязательно сыворотка успокаивающая. Если вы там любите ходить к косметологу, после пилингов, после чего-то, нужна такая сыворотка, которая успокоит твою кожу и восстановит твой кожный барьер. Обязательно. Понимаешь, ты сейчас теряешь клиента. Ты консультируешь людей? У нас будет надпись вот просто на видео, чтобы ты понимала. Мириша раскрывает все секреты о коже. Не подписывайтесь на нее, не ходите к ней. То есть вот это видео вам все расскажет, ребят, полностью. Ну вот я говорю, насколько я вот этим addicted. И это мы сейчас только говорим про уходовую косметику. Мы сейчас в декоративку перейдем, вы меня там вообще не остановите. А еще тело и волосы. Да, да. В будущем на горизонте нигде нет надписи «Мириша скин» или «Мириша бьюти». Я долго об этом. Надеюсь, нет. Почему? Окей. Конкурировать будет со мной просто напрямую. «Над магазин» как бренд. Я об этом тоже думала. А тогда да. Вы найдете его в моем магазине. Да, абсолютно. Такие руки сейчас пожали. Вы сейчас пожали на будущий пак. Но я уже понял, что человек... Знает. Да, мы с тобой делим одно мнение, очень похожее. И я просто так рад, я в шоке. Я честно не представлял, что вот у тебя в голове столько живет. Я просто в шоке, ребята. Ну, как мне иногда говорят, зачем столько ненужной информации? Я говорю, камон, в 50 лет я буду выглядеть шикарно, а ты? А ты? Да, да. Макейла Нагера. Будешь весь морщинистый. Макейла Нагера, гурл. Опять. Бедная Макейла Нагера. Мне уже ее жалко. Возвращаясь к сывороткам, уже вот эту тему закроем. То есть лучше инвестировать в хорошую сыворотку, работающую, с хорошими ингредиентами, она не обязательно должна быть 300 баксов за банку. Нет. Сейчас очень много классных... Окей. Listen. Давай. Сколько продуктов... Ты моешь лицо, двухэтапное очищение. Обязательно. Вот как так вот, на секундочку, расскажи, как ты... Он все знает, давай извините, не притворяйся. Вечером у меня двойное очищение. Окей. СПС-мывая. Но так я понимаю, что там уже он еще испарился, что там его... Нет, все равно надо, да. Духэтапное очищение у тебя, гидрофильное масло. Гидрофильное масло. И умывашка. На водяной основе. Да. Я как с ребенком такой, Сидь, чему я тебя научил? Рассказывай. Я такая... Тонер. Ага. Это раз в три дня я делаю этот exfoliant с какой-то там кислотой. Молодец, подожди, что ты говоришь раз в три дня. Да. У меня есть клиенты, которые, во-первых, скрабируют себя, во-вторых, пилинги. Во-вторых, они берут скрабы, которые там на каких-нибудь косточках, на каких-то еще ингредиентах, которые подешевле, но они травмируют, микротравмы создают. Да, да. То есть мы всегда, чаще всего я иду либо к пилингам, либо к физическим, либо к химическим, которые более мягко это все делают и не оставляют трещины на коже. Салициловая кислота. Я только потом смотрел в тебя глаза и потом вспомнил, какие же там буковки. Полос чойс у меня. Вот я хорошо помню. Раз в три дня тоже это делаю. Мне сейчас прописали ретиноид. То, что у меня проект не про умскин. Я это только понял. Типа мне сказали. Вот эту фигню, потом тонер, но тонер до ретиноида. Тонер, и потом увлажнение, закрываю все это. Окей. Вот все. А у тебя ретиноид идет в виде сыворотки или в виде крема? У него, кстати, ретиноид – это класс различных сывороток. У тебя именно ретинол 2%. Нет, у тебя ретиноидная эмоция. Там 2% ретинол. Я вспоминаю, что это на упаковках написано. Мне сказали, я пошел делать, но эффект офигенный. То есть мне он подошел. Но я понял, что не всем он подходит. Ну, к примеру, да, ретинол нельзя во время кормления. Конечно. Это из витаминов А получается. И его нельзя. Может быть, а витаминоз, да, если слишком много используешь, что это может... Типа не всем он подходит. Нет, не то, что а витаминоз. Например, ну, во-первых, ретинол, правда, нельзя использовать кормящим, беременным, а также нельзя использовать на открытые ранки. То есть мы просто наливаем кислоту на открытую ранку. Это невозможно. То есть и чаще всего ретинол приводит к тому, что у людей начинается такая штука, как purging. То есть когда кожа начинает вытаскивать из себя все. Например, человек использует ретинол и такой, блин, меня высыпало продукт, говно. А пойдем вытаскиваем. Да, но есть большая разница между аллергическим высыпанием и purging. Чисткой. Да, чисткой, грубо говоря. Самоочисткой, да. Самоочисткой, да. По исследованиям занимает от шести до восьми недель. Недель. И нужно терпеть, терпеть и смотреть. И поэтому мы часто, вот мои консультанты, они так два шага назад, когда люди приходят за ретинолом и такие, вы берете на свое усмотрение, вы несете за это ответственность и так далее. То есть почитайте, обязательно посмотрите на вашу реакцию. Если будет яркая реакция, идите к дерматологу, не к косметологу. Да, к дерматологу. Ты мне вначале сказал, что, по сути, два шага нужно. Учищение и умывание. Ты знаешь, почему я так делаю? Почему? Это политика моего магазина. Потому что к нам приходят ребята, такие же, как я, в 16 лет, которые не знают, что им нужно делать. И ты им начинаешь шестишаговый уход, десятишаговый уход. Но всегда самое базовое, то есть самое базовое решение по заботе о коже – это hydration или гидротация. То есть мы всегда предлагаем хорошее очищение, а затем увлажнение. И, конечно же, это от бюджета зависит. Я не хочу, чтобы человек услышал сумму, грубо говоря, на 4-5 тысяч сом и испугался этого. И ушел. И подумал, что все, у меня не хватит на это денег. Я, например, подбираю, если мы говорим уже о брендах таких более тестируемых, более премиальных по ценам, то я всегда говорю, и премиальные – это очень такое, ты знаешь, для прери 1600 долларов. А для кого-то, для меня, например, умывашка 700-800 сом – это премиальный хороший корейский бренд. Это там не умывашка за 200 часов. То я подбираю им уход на полторы тысячи. Умывашка, тонер, грубо говоря. А затем мы уже, когда они приходят дальше, они говорят, подошло, классно. Или там не подошло. Мы уже подбираем им гидротанту, увлажнение, крем. И затем мы уже добавляем SPF. То есть мы готовим, взращиваем своих клиентов. И это очень важно. Это политика. Но они же ожидают моментальных результатов, получается. Да. False hopes. Нет, не false hopes. Очищение уже дает моментальный результат. Да, да, да. И то есть это просто политика. Я знаю, что, возможно, это какое-то привирание, то, что я говорю, вот это решит ваши проблемы. Но при этом я всегда открыто говорю, вот давайте вы это попробуете, а затем вы придете еще, и мы вам что-то еще подскажем. Потому что я хочу, чтобы человек не испугался. Ну, по крайней мере, это большой сдвиг с гирсамын. Да. Гирсамын, у тебя тоже была история? Нет. Я что, один, что ли, в этой стране? У меня была маленькая фея, не забывайте. Вот, поэтому, да, и потом уже крем. Крем, SPF. И я зачастую говорю, если есть у тебя экстра 400-500 баксов потратить, ну, это условно, я говорю, женщинам, которым за 35, я говорю, берите уже какие-то тулсы, это микротоки, это какие-то маски, специальные LED-маски, которые работают со светом. Технологии получаются. Да, роллеры уже с микротоками. Да, это роллеры с микротоками. То есть, девочка, все, у тебя коллаген не вырабатывается так круто раз в 21 день, мы немножко стареем, и это, и нужны экстрас 32 с космоса, которые просто помогут тебе выработать твой собственный коллаген, вырабатывать те вещи, которые уже не вырабатываются, если не уходить так прям глубоко, да. И это все помогает этому. Когда у меня есть время, у меня же просто мои дети на меня смотрят, мама, ты опять, да? Я же вот этими микротоками прошлась, говорю, окей, хорошо. Потом нацепила на себя маску тканью, потом сверху эту LED-маску, и сижу вот такая. Потом обязательно кутикулы, крем для рук, там все намазала. Это на несколько часов, да, вот занятия? Нет, это занимает, ну, максимум полчаса. Я говорю, и это вот прям инвестиция, это работает в долгосрочку, я это поняла. Потому что если я, допустим, сейчас смою там весь мейкап себя, да, я буду выглядеть намного моложе, намного даже лучше, чем с мейком. Я считаю это все потому, что у меня есть хороший уход, и он постоянный. Здесь про постоянство очень. Нужно заметить, обычно бывает такое, там неделю попользуюсь, и все. Ну, и забыли, либо перестали. Нет, прям, я говорю, делайте челлендж, 40 дней ухода. Далее это превращается в привычку. Уже рука сама пойдет за всеми этими банками, потом ты будешь кайфовать от всех этих баночек. Думаю, ой, это классно, это мое время. Баночки должны быть красивые. Я ненавижу это говорить, но я клиентам показываю баночки, говорю, ну, смотрите, красивая баночка, потому что даже статистически, если некрасивый продукт, ну, не хотят им пользоваться люди, ну, неприятно. А еще про насколько быстро продукт дает результат. Да, грубо говоря, мы нанесли что-то, и там человек приходит на следующий день и говорит, результата нет. А то, что кожа обновляется, грубо говоря, 24 дня каждый, у нас многие забывают. И то есть, ну, это игра в долгосрочную. Или, например, мы пришли с клуба, с бара, мы не рекламируем алкоголь, но мы пришли с клуба, с бара в 4 часа утра и залеглись спать. Все, это же... До свидания. Представляешь, что кожа ночью испытывает? Она впитывает всю эту грязь. Да, ты, во-первых, не даешь ей дышать, а, во-вторых, то, что она имеет на тебе, да, поглощает. И оттуда, excuse me, черные точки, высыпание, белые точки тоже есть на лице, закупыриваются все эти арки. Вот она откуда, да? Ну, и не надо делать из этого какую-то такую трагедию, типа, можно исправить. Сейчас 8 шагов придется делать. Нет, хотя бы умываться. Хотя бы, да, гидрофилку, умывашку, и все, идите спать. И увлажнитесь. Да, очень быстро, да, то есть сделайте что-то, и уже идите спать. Вау, такой интересный эпизод получается. Я очень в шоке. Смотри, я хочу вернуться к этому. Меришь бьюти или меришь скин, я не знаю, как это будет называться. Ты говорила, что ты уже задумывалась об этом. Да, мы с Nature Republic ездили в Корею в 2019 году. Я очень благодарна девчонкам. Для меня это был такой экспириенс. Мы поехали в головной офис, который находится на Канами. Это многомиллиардная компания. Они столько денег тратят и инвестируют опять-таки в себя. У них самый дорогой магазин на Мьон Донге. Мьон Дон, да. Это главная улица, на которой находятся все основные бренды. Она немножко туристическая. Да, да. Она немножко туристическая. То есть не надо думать, если бренд на Мьон Доне, то он прям вот корейский-корейский. То есть в Корее тренды мы знаем, очень быстро двигаются. Но, тем не менее, не каждая компания может позволить себе там четыре этажа магазина косметики на Мьон Донге. Потому что в основном они все такие маленькие, комфортные. Случит как сорта Мьона. Только не Мьон Донг, а Мьон Донг. Мьон Донг. Окей, I'm sorry. О, shit. Окей. Крамер нация. Я просто корейский учу. А, окей, всё-всё-всё. А, окей, всё-всё-всё. Кам с вами, да. Ага. Вот, и... Сеул. Ага. И когда мы попали в компанию, я была в шоке. У меня, кстати, в Инстаграме есть в актуальных, сохранено. Мы попали... Да, мы попали в офис. И чтобы вы понимали, у них вот так на полочке практически все бренды мира. Я подошла к девушке, которая делает тинты для компании. Лип тинтс. У неё почти все бренды на полочке мировые. И они тестят и говорят, вот мы должны сделать лучше, чем они. Я была в шоке. У них есть... Я прям назвала. Это девушка помада. Это девушка румяна, которая только тестит румяна и смотрит, какие румяна лучшие сейчас на маркете. Там была девушка Кушон. И вот они все каждый день выходят на Винк. Они берут, тестят, смотрят и делают лучшее. Они Паралон Кушон, типа Паралон тестируют? Нет, нет, Кушон имеется в виду... Паудер? Да. Это тоналка в форме пудры. То есть это жидкая пудра. Вот, и я была впечатлена. И у меня тогда пошла идея такая, интересно, а сколько будет стоить, если я хотя бы начну со своих тканевых масочек или там с блеска для губ или ещё что-то. И понимаешь, что в Корее это обороты бешеные. То есть для этого должно быть как минимум у тебя 2-3 миллиона, чтобы запустить какую-то линейку. А тканевую маску одну от всех проблем ты не можешь такую запустить, потому что разные есть потребности. Ну, после этого эпизода, у меня есть для тебя хорошие новости. Да, пожалуйста. Мэриша Скин скоро выйдет, я вам это обретаю. Потому что такая, кусая локти, хайлы такая. Да-да-да. Нет, я когда узнавала, вот это были такие расценки. Я понимаю, что сейчас маркет растёт, людей, потребности, которые хотят открыть, людей с потребностями, которые хотят открыть свои бренды, их тоже много. И сейчас компании делают какие-то моно-мини-бренды выпускают. Вот я поэтому, где-то у меня стоит эта мысль, потому что мне бы хотелось бы немножко уходовой, такой базовой для девчонки, да, сделать. Для девчонки я имею в виду, которая вот, как ты говорил, и парни, девочки приходят, они не понимают, что для них надо, да. То есть, что-то такое базовое, классное. И декоративку, такую мимишную, кьют, которую могут, можно положить себе в сумочку, и она будет таким мультипродуктом. Ты можешь делать и румяшки, и губки, и там. Ну, что-то такое хочется сделать для нас. И для меня очень важно быть таким, знаете, в Кыргызстане тоже есть человек, который производит для местного рынка лучшее. Вот это, я понимаю, что мы в Кыргызстане не можем чисто теоретически производить косметику, хотя я знаю, там есть органическая косметика в Джалабаде, девочки что-то делают, да. Но, сори, это не то. Ну, как бы, да. Наоборот. Нет института, да. Кстати, да, возможно, выйдет один бренд, который с японскими технологиями выпускается в Кыргызстане. О, здорово. В стране Азии вообще возможно создавать прям вот а в Казахстане есть, насколько я знаю. Честно, я сейчас открою небольшую тайну, мы с подругой в одно время, это был 2017 год, у меня есть близкая подруга Джаза, мы с ней делали, мы продавали на ярмарках свой собственный бренд по, короче, у нас были шампуни и масло для роста ресниц и бровей. Он назывался Миксим, и мы, честно, мы остановили, потому что у нас не было бутылочек. У нас было сырьё, мы находили технолога в Алмате, тоже мы всё это пробовали, я понимала, что это технолог, условно, работает на какую-то огромную компанию, он такой, хорошо, я вам помогу. Он нам сделал бессульфатный шампунь, очень хороший был, и такое более-менее хорошего качества касторовое масло с витамином Е для роста ресниц и бровей. Но всё встало в бутылочках, мы не могли заказать бутылочки, потому что мы выходили на Россию, мы выходили на Китай, и это опять нужно было заказывать минимум полляма одной бутылочки в 200 миллиграмм. Чтобы это было, ну, деньги приносило. Да, 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 и чтобы это по марже тоже была, в принципе, комфортная цена. Но так как, сори, я была мамочка, только вот родила, Джаза у меня студентка была подруга на тот момент, это всё встало финансы, и мы такие, блин, ну, когда-нибудь? Да, я это, ну, как бы, я хочу это сделать, поэтому... Ну, сейчас уже в Центральной Азии есть классные кейсы того, типа вот здесь у нас раздаются бренды, и типа мы, например, я вот видел недавно в Казахстане вроде какой-то бренд, я не знаю, насколько качественно, насколько клёво, но просто кейсы офигенные, не помню, как называется, но там формулы строятся на основе кобылевого молока. О, хелло. О, да, это традиции, всё. Я бы здесь... Клёво, у нас есть бренды, которые черпают вдохновение из культуры местной, что мы, типа, ниоткуда вне берём. Я бы с Кыргызстана, честно, один из главных продуктов сырья использовала бы, это мёд. У нас очень классный мёд. И мёд вообще можно очень хорошо использовать в скинкер. Это наши травы, это чабрец, который растёт у нас, даже тот же джюсай, кстати. Да. Вот, у нас вообще по аграрной системе вот эта вся трава, которая у нас, флора и фауна, она очень классно может употребляться в скинкер, особенно всё, что растёт у нас в горах. И что интересно про прополис, многие думают, что если косметика из прополиса, там, если у меня аллергия на прополис, то она будет что-то вызывать. Но там, на самом деле, сложный химический компаунд, такой, который выделяют из этого прополиса, который не вызывает таких же аллергий, как чистый лёд. Да, 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 абсолютно. И, кстати, вот про производство. У меня есть подруга, Настя Ли, она работает с брендом в Корее, в Доктор Пейс Лидер, это косметевтическая Корея, и она выпустила свой крем вокруг глаз. Ух ты! Да. Send me. Да, то есть это сейчас всё стало гораздо более возможным, и, например, бренды, которые вот сейчас говорят, почему вы берёте там тот же Beauty of Choson, его в Корее никто не знает, но его знают в Америке, это классный бренд. А почему? Потому что это маленький бренд, который не может в Корее конкурировать сейчас в таких же объёмах, и они очень точно начали выходить на Америку. То же самое бренд, которым пользуются наши мамы, Medipill, например. Да, да. Он начинал с СНГ, они вот запустились в Корее, у них основной таргет в 2020 году, они вышли на рынки СНГ уже так более полноценно, более официально. Это нормально, корейские бренды, возможно, не знают корейцы, но это не значит, что это какой-то ширпотреб. Да, да, я подписана на одну девушку, Bliss Beauty, с Казахстана, очень классная блогерша, и она сейчас на данный момент в Корее, я просто засматриваюсь на её сторис, чтобы вы понимали, компания Миша корейская, сделали с ней коллаборацию, она выпустила свой BB-крем. И также она выпустила с другим брендом. А, это с сестрой Казахстана? Да. Это Blossom Beauty, да? Да, Blossom Beauty, простите. Да, и вот, и они, получается, насколько я поняла, они делают совместный BB-крем, и они делают серию тинтов под её, получается. Вот это меня, конечно, прям... Да, я же такая... Почему не я? Типа, да, типа... Ну, просто в какой-то момент... И вчера всем этим начал заниматься. Да, да, просто я, наверное, в какой-то момент немножко отошла от бьюти. Почему? Потому что вот это сознание того, что ты уделяешь себе время, ты хорошеешь, тебе становится классно, комфортно в своём лице, приводит уже потихонечку к твоему ментальному здоровью. Сто процентов. Да, и тут я вот на данный момент, допустим, мой блог ушёл больше в ментальное здоровье. Но это не означает, что я забросила бьюти. Нет, я только вчера потратила 350 долларов на новиночки, которые вышли у нас. Я должна была их попробовать, да? То есть я всё ещё там. Но, возможно, это я не так сильно у себя в Инстаграме показываю. Но все мои подруги, близкие люди знают, что... Мне говорят, Мека, вышла новинка. Чё, как? Без понто. Не бери, не трать деньги. Вот то есть это вот так вот происходит. Говоря о Лореаль. Да. Когда вы говорили Лореаль, свяжитесь со мной. Я работала на компанию Лореаль. Лореаль Казахстан. Нет, я работала на... А, декор, декоративная часть Лореаль. Да. Но я работала не как блогер. А я работала как консультант. Вау. И это было в 2022 году, когда я была в Америке. Я работала в магазине Bloomingdale's. Ага. What? Yes! Мэриша работала... Я об этом никому не говорила вообще. Ты подожди. Мэриша работала консультантом в магазине в Америке. Ну, я была таким персональным консультантом. И это была такая part-time работа. 2022 год для меня дался очень таким тяжелым. И я не понимала вообще, куда идти, что делать. И мне просто нужно было куда-то выходить. Из дому, из детей, из быта. Что-то было, что-то мое такое. И соседний был Bloomingdale's, который в моем районе. Я подошла к Dior, что-то выбирала. И мне консультант что-то говорит. Я говорю, это же не так. Я лучше знаю. Вот это лучше. Вот это с этим классный подход. Она говорит, слушай, а ты не хочешь работать здесь? Потому что мы ищем... In English. Да, in English. Говорит, мы ищем консультанта по... То есть это как стилист, который подбирает тебе одежду. Но я была стилистом, который подбирает декоративную косметику и уход. То есть ко мне приходит там условно богатая американка. Говорит, я готова потратить столько-то тысяч. Гоу. Какая у тебя была зарплата? Хорошая зарплата была. Вау. Да, и еще и чаевые хорошие оставляли. Вот, и поэтому я работала при L'Oréal Paris. В основном моим активным брендом был Lancome. Тебя кто-нибудь узнавал? Ну, в основном наши кыргызы приходили. Приходили в Bloomingdale's. Да, и такие... Подожди, это Bloomingdale's, который в центре города? Прямо у парка находится? Нет, не в Нью-Йорке, а в Филадельфии. А, окей. Я не знаю тогда. Да, да, да. Вот. И я поработала изнутри компании. Если раньше ко мне как блогеру говорили, вот тебе нужно прорекламировать вот это, и все, и я... Чего, упаковка какая, что? Хорошо, окей, классно, продукты, все. А тут, когда ты изучаешь капиталистическую Америку со всеми их законами, и как бренд продает, и какой он вообще делает масштаб продажи какой-то помады, для меня это было просто вау. И мне кажется, это было, опять-таки говоря, о бренде Милиша, это была такая классная практика в большой компании поработать, посмотреть, как они продают этот продукт в массы. Это очень интересно. Такие кейсы там были. К примеру, парфюм, который выходил недавно Мейсин Франсис 24-7, мы о нем узнали за полгода вперед, то есть нас уже проконсультировали, мы уже послушали этот аромат, нам рассказывали, как его продавать, как что входит. И я говорю, боже, это так классно, это так интересно. Вот, и поэтому я, в принципе, немножко связана с компанией L'Oreal, я знаю, как они работают, я знаю, какая философия стоит за этим брендом, и сколько они денег тратят на благотворительность, условно, женщинам, поддерживая женщин. Вообще, очень крутая компания. Это ладно, L'Oreal, Париж, Америка, L'Oreal, Казахстан. Свяжитесь. Я устал об этом говорить вам. Уже второй эпизод. Просто булим в партнерстве. Хотя бы церави мне в магазин поставьте уже нормально. Да, пожалуйста. Да, я уже рекламы не прошу. Если всё подводить к такому заключению, к очень мерим, бьюти, ожидать. Да, why not. В этом мире, это я сейчас поняла, с 23-м годом, что вообще границы все стёрты. Это у нас только в голове, и если ты хочешь, ты можешь это сделать. То есть, просто нужно попу поднять и фигачить. Мне кажется, мы получили, я не хочу сказать самую аустритичную, Мэришу, но мы получили просто вот это, мне кажется, какая-то секция твоего мозга, в которую вот когда те к ней обращаются, Мэриша такая, всё. Да, я в игре. Да, ребята, расступитесь. Кажется, вот эта неделя была такая суперпотоковая, потому что мы опять-таки улетаем в Корею с брендом. Вот. С брендом Nature Republic. Да, Nature Republic. Класс. Да, мы летим, это будет такой мой классный coming back. Хотя там фигурирует другой хороший блогер уже как мейн-эктор. Но я еду как старый добрый друг. Друг бренда. Друг бренда, да. И даже сама вайс-президент такая, я хочу её видеть, мы все давно не виделись. Да, она, я, сори, пожалуйста, я забыла её имя, но она очень классная. Я помню, мы заговорили о бане, и она такая, я порекомендую тебе самую лучшую баню в Сеуле. Класс. Чимчильбан. Да. Чимчильбан. Вот, и как-то всё я наложила до 10-го условного апреля, до этой даты, и я понимаю, что у меня есть огромное количество вещей, которые нужно посмотреть, послушать. Мы даже вот на последнем бранче, бранче столько всего из Нетфликса стоит. Но очень сильно, что меня зацепило вот за последнюю неделю, это два классных трека, которые я прослушала. Если ты спросил про трек, это один из них МД и новый альбом Абдер, мне очень понравился. Из книг я, наконец-таки, начала читать книгу о Уилла Смите. Да, может, кому-то он не нравится, но вот как-то так. И я записалась на бокс. О, вау. Да. Вот это в рекомендациях мне решит. Да. Бокс. Зи, что у тебя сейчас в рекомендациях? У меня не сколько рекомендаций, сколько типа то, что вот прям хайлайт моей недели, что наконец-то заканчивается весь этот дурдом Силена Гомес, Хейли Бибер и Джастин Бибер. Я устан. Можно я немножко добавлю? Пожалуйста. Да, конечно. Простите, вся команда. Говоря о звездах и брендах, мне очень, я люблю их обоих, хотя они обе токсичные, я так думаю. Обе. Обе. Обе токсичные, да. И вообще токсик главный, это... Бибер. Бибер. Вообще. Да. Кетчебар. Да. Сидит и молчит. Хотя я там нереальная фанатка, которая выслеживала его билеты, и мне очень нравится его творчество. Вот, но тем не менее, я такая, так не пойдет. И мне, конечно, я пробовала и косметику Хайли, Road Beauty, окей, fine, not bad. Но мне по философии больше нравится Rare Beauty. Да. Мне очень нравится, что она, помимо того, что из продаж какая-то процентность идет на ментальное здоровье, но мне нравится, насколько селена может внешне меняться, и она это показывает, это нормально, что ты можешь поправиться, что у тебя может там выйти прыщик, ты можешь это сконтурировать. И весь ее бренд, он настолько такой милый, классный, по ингредиентам, в принципе, неплохой, и по ценностям классный, по цветовой гамме, это вот, мне кажется, олицетворение такой, знаете, воздушности, классного ментального здоровья у покупателя. Классно. Мне это очень нравится. Классно. Я просто хотела так немножко. Да. Ну вот, Седа Сясака задолбала, и надеюсь, какой-то новый скандал появится. Надеюсь, на Макгалу. У меня в рекомендациях, у меня реальные рекомендации, я сижу в ТикТоке, и я только смотрю Южный парк. То есть у меня вот здесь идет Южный парк, а снизу идет какая-то игра, там какой-то шарик двигается. А у меня клон, у меня выходит клон. А у меня раньше выходил Family Guy сериал, а теперь только Южный парк. Я вот сижу на туалете, грубо говоря, и полторы минуты смотрю вот эти вот эпизоды из Южного парка, прилистов, опять Южный парк. Ну и все, это мои рекомендации. Спасибо большое, что пришлось у меня лично просто этот, как это называется, просветило меня, во, меня просветило скинкерик, вообще на что нужно обращать внимание, не на бренды, не на ингредиенты, на особенности своего тела, это очень-очень круто. Вы обязательно подписывайтесь, там колокольчик-молокольчик, комментарии, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили в следующих выпусках. И за что бы вы хотели, чтобы мы извинились? За что еще канцелить нас? И мы бы, наверное, еще очень долго бы говорили, потому что я чувствую, как будто я на процентов 10 только выговорилась, а остальные 90 такие, типа, скажи, 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 но я понимаю, что у нас есть временное ограничение. Вот спасибо вам еще раз, что вы пригласили. Если есть вопросы, пишите в комментариях, я зайду, отвечу, постараюсь сделать небольшой разбор вашей косметички. И хочу вам пожелать, go, вперед, и только вы все божественны. Я хочу, чтобы ваш подкаст был номер один не только в СНГ, чтобы ваш подкаст переводили с субтитрами на кучу иностранных языков. И пусть так и будет. Аминь. Да, Вселенная слышала. Супер. Ура! Ура!